Сегодня у нас проходит традиционный семинар, практику по летнему оздоровлению детей. И мы каждый год приглашаем педагогов, культорганизаторов, руководителей кружков, методистов, для того, чтобы поделиться опытом и рассказать, как по-новому, как интересно можно оздоровить детей в летний период. Потому что это самый большой каникулярный период, три месяца. И это максимально, что дети могут взять от природы, от лета, чтобы пойти потом 1 сентября уже здоровыми, бодрыми, с огромным зарядом энергии в школу. Все наше образование – это картинки. И мы не соприкасались с этой природой, особенно если ты живешь в больших городах, то природа настолько от тебя далека, что ты боишься там жучков. А здесь действительно вот эта любовь, вот это вот, как проходит этот процесс волшебный, этот процесс превращения гусеницы в бабочку прекрасную. И посмотреть это воочию, ну, мне кажется, что может быть лучше, что и в голове у ребенка это останется на всю жизнь. И он будет трепетно относиться к каждой бабочке, к каждому живому существу на этой планете. Это уже экология, это то, что мы должны беречь, и то, что мы все вместе, мы не можем существовать отдельно. Люди, животные, деревья и так далее. Программа, она тоже традиционная, есть теоретическая, первая часть теоретическая, где в педагогии делятся опытом, где выступают гости из университетов, и наши педагоги-методисты. То есть те люди, которые уже что-то сделали, которые уже написали свои программы, которые работают в этих программах, которые могут поделиться этим опытом, новым опытом с другими людьми, с такими же педагогами, которые потом увезут в область и будут их развивать. А практическая часть, это тоже у нас традиционная, нас всегда с удовольствием принимают фильм «Экопарк». Это место, где действительно можно окунаться в эту природу. Можно посмотреть, как дети могут взаимодействовать с животными, насколько это интересно, насколько это прививается любовь к этой природе. Это и экологическое воспитание. Экологическое образование – это неотъемлемое чаще сообразование детей. Сейчас очень много проектов, когда предлагают детям снимать фильмы на экологическую тему. Дети ищут, знакомятся, что происходит. По-моему, лучшего опыта невозможно найти, как побывать именно в среде, где есть животные, где есть природа, где можно послушать таких же профессионалов.